С 27 января в Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак. Горожане в социальных сетях и на прямой линии мэра жалуются на агрессивных бездомных животных. По данным Единой диспетчерской службы, за прошлый год поступило более 600 сообщений об агрессивных собаках. Общественники уверены, для того, чтобы ситуация с животными изменилась, нужно пересмотреть действующее законодательство. Люди, которые заводят животные, они должны нести как моральную, так и финансовую ответственность. То есть они должны платить определенный налог на ситуацию, в которой служат вообще по России. Это нужно обнулить. То есть, используя метод европейских стран, Соединенных Штатов, да, собак надо вылавливать, передерживать питомники, если в течение какого-то времени, которое определится законом, животное не было взято. То есть, не приобрело своего нового хозяина, его нужно усыплять. На данный момент в Магадане работает лишь один приют для безнадзорных животных. Большинство собак, которые там находятся, отчета бывшие питомцы. По мнению владелица приюта Галины Катеринич, такая ситуация складывается из-за большого оттока людей из Магадана. Хозяева уезжают и оставляют своих четвероногих друзей. Вот только за декабрь-январь у нас практически 70% по заявкам отловных животных – это бывшие домашние. Не надо магаданцам разбрасывать в коробках животных по подвалам, по коридорам, по базам. И надо немножко ответственнее относиться к своим животным. Для уменьшения численности собак стерилизуют, однако их количество остается прежним. Ветеринары утверждают, когда популяция уменьшается, инстинкты заставляют более активно размножаться. Так и происходит замещение. Кроме того, эксперты говорят, что стерилизованная собака небезопасна. У животных, которые не могут воспроизвести потомство, осталось чувство территориальности. Они охраняют свою пищевую нишу. Там, где они питаются, они стараются вытеснить конкурентов. Прежде всего, это собак. То есть драки неизбежны. Особенно в период гона весеннего, осеннего, когда у собак, все об этом знают, все это видят, происходят собачьи свадьбы. Это крайне опасный момент. И ребенок, который бежит, размахивает руками, трясет рюкзаком и сумкой со сменной обувью, для них добыча и крайне легкая добыча. Кроме того, как отметила Людмила Гризина, кормить бездомных животных не лучший вариант. Собака будет безопасна только в том случае, если у нее будет дом и хозяин. Проводить стерилизацию нужно, но потом нельзя отправлять животное обратно на улицу, считает ветеринар. Кроме того, владельцы, которые отправляют питомцев на самовыглу, подвергают опасности не только людей, но и само животное. Поэтому специалисты просят не выпускать питомцев без надзора. Если такую собаку найдут, ее отловят и отправят в приют. Я вас спрашиваю, я не знаю, где как собаки себя ведут, но вот здесь, которая на Марчикане, вот у меня находится коломагазин, собака. И вот эта собака можно, она тоже здесь постоянная. Они на людей не бросаются. Они сытые здесь, накормленные, люди сами их кормят. Вот мы их подкармливаем, понимаете. Говорю, не надо просто убивать, не надо. Это очень жалко. Она седьмой год уже со мной, вот. Седьмой год. Здесь медведь спускается летом. Опасно. Я работаю здесь до 11 ночи. Вот. Не дай бог что. А так я уже знаю, что она никогда никого не подпустит. Собачий вопрос пока остается открытым. На данный момент его регулируют федеральный закон, согласно которому животное вылавливают, стерилизуют и возвращают среду обитания. Однако некоторые эксперты, как и общественно, считают, что это небезопасно и нападение животных на людей будет продолжаться. Елизавета Сипаилова, Илья Пачин, Александр Фещенко. Магданское время.